Вон она, техника работает, двор чистят, дорожки все почищены, и тротуары, и дороги прям классно. Мы с младмоделькой гуляем. Да, Дашуль, пойдем домой, я на Валдбюрис пойду, схожу и в магазин. Надо что-нибудь вкусненькое приготовить на обед. Это Стас, 3 часа в 3, вот, надо будет на обед что-то приготовить. И еще сегодня по планам у меня сделать нумерологические расчеты по предназначению. Сейчас у меня акция очень хорошая идет, как раз для тех, кто боится потерять работу или не знает в какую сферу деятельности податься, есть классный расчет. И большая-большая скидка на него. Короче, кто в инстаграме подписан на меня, те знают, о чем речь идет. А кто не подписан, те многие упускают. Вот. Холодно на улице очень. Так глубочина. Господи, как холодно на улице. Я на Валдбюрис иду. Слава богу, что в соседний дом перенесли. А раньше я ходила, где он там? Вон туда, через дорогу. Сейчас здесь у нас в соседнем доме, но все равно очень холодно. Думаю, что приготовить на обед, пока не знаю. Думала, может, суп какой-нибудь сварить. Фиг знает, сейчас до магазина дойду, посмотрю, что купить из продуктов. Спасибо. До свидания. Забрала маслице. Массажное. Татьяна. Пошла до продуктов дойду. Вот думаю, куда? В пятерку или в спариться? Пойду до пятерочки дойду, наверное. Посмотрю, что мы есть. Не знаю, короче, что я хочу на обед. Думала, либо суп какой-нибудь сварить. Но, блин, картошку сейчас это все покупать, тащить неохота. Либо, может, рис, плов какой-нибудь сделать. Или макарошки какую-нибудь пасту. Дилемма. Прям не знаю. Сейчас решу по дороге, пока иду. Иду, холодно. Очень запыхалась. Сумку тащу битком. Короче, капуста сильно тяжелая получилась. Прям тяжко идти. Сейчас до дома дойду. Короче, что я думаю? Я такая взяла большую капусту. Думала, потушу сейчас, сделаю. Вегу с какой-нибудь вкусненький. Ага. Потом пошла курицу взяла. Потом пошла сливки взяла. И уже что-то захотела пасту. Короче. Не знаю, что буду готовить, но однозначно не суп. Суп сегодня не будет готовиться. Вот так вот, вот так вот. С сынуськой сейчас разговаривали. Обсуждали наши дела ютубные. Разработали с ней стратегию. Очень интересную. Но вам о ней не расскажу. Итак, что я купила сегодня? Я купила куриное филе. Громадную капусту. Яблоки. Сливки. Кофе лавац. Сейчас, кстати, в пятерочке по акции всего 219 рублей. Обычно рублей 400 стоит. Поэтому халява прям. Хлеб уральский взяла. Взяла уральский, потому что был самый свежий вчерашний. Остальные были за восьмое число. Хлеб еще из-за погодных условий не привозили. Так. Майонез. Взяла вот такой вот шоколадный маффин. И взяла 2 булочки с вишней. Вот. Это все у меня вышло на 1038 рублей. Филе куриное 254. Капуста 197. Вышло. Но она прям 3 с лишним килограмма весит. Кофе лаваця 219. Сливки 94. Майонез 212. 112. 99. Маффин 39. И 2 слоечки с вишней по 26. 99. Вот так вот. В общем, что я буду готовить? И мне как 7 пятниц на неделю. Я хочу бигус сделать. С филе. И на завтра сделаю тогда пасту со сливками. Вот. Вот так решила. Короче, будем сегодня капусту готовить. Так. Сейчас посмотрю, насколько вышло видео у меня по времени. Возможно, его быстро смонтирую и приступлю к готовке. Может, в прямом эфире. Вот. А если видео вышло коротенькое, то буду готовить с вами капусту в видео. Вот так вот. Ладно. Оставайтесь со мной. Готовлю. Обед. Все-таки решила, будет капуста. С курочкой. И что у меня сейчас еще по планам? Пошла и работать. Делать девчонкам расчеты нумерологические. Пока у меня готовится. А потом уже придет. Стасян, пообедаем. На улице, видите, сегодня как классно. Солнышко светит, красота, хорошо. Но очень холодно. Прям очень, прям очень морозно на улице. Ну ладно, радует хоть солнце есть. И то хорошо. Все. Капуста дотушилась. Я почти доработала. Ну вот как бы вот так я работаю. Да, лежа на диване. Вот. Ой, ну чешется что-то. Пальчики надо уже снимать. Короче, зашла сейчас на Белый дом. На Белый дом. В этот. В аккаунт, короче, Белого дома. Посмотреть, что там творится. Господи. Я так не хохотала очень давно. Ребят, просто у кого есть инстаграм, зайдите в Белый дом. Вот. В их аккаунт. И просто почитайте комментарии. Я вам гарантирую, что настроение на весь день поднимут. Там просто, там такие комменты. Там вообще, там так люди развлекаются. Это просто мега круто. Ну прям реально. Ну вот зайдите, просто почитайте, если хотите поднять все настроения. Прям советую. Отличная развлекаловка. Все мне в комментариях, кстати, кто-то там из девчонок спрашивает. Говорит, Нина, что у тебя с лицом? У меня просто ботокс отпустил. Вот. Прошел полгода, и у меня отпустился ботокс. Надо опять проколоть, чтобы вот это вот место. У меня, видите, мне не нравятся у меня вот эти вот поперечные, короче, складины. Но это строение такое лица, скажем так. У кого-то, знаете, на лбу вот такие вот складки. Как бы есть. У меня таких нет. У меня есть вот здесь вот так складочки. У меня же бровка. И вот это вот, видите, когда хмурюсь. Особенно на солнце, если вот так зажмуриваться, то прям видно сильно. И мне вот это не нравится. И я обычно колю ботокс, диспорт в три точки. Мне колят куда-то вот сюда, что-то там колят. И вот где-то вот сюда. И за счет того, что, короче, межбровку мне фиксируют. И вот эти вот надбровные, короче, штуки. Вот. У меня вот этих вот заломов, короче, не проявляется. И вот этих тоже заломов нет. Еще иногда колю себе вот эти, видите, морщины. Такие вот. Ну, короче, они такие, блин. Не очень. Не нравятся мне. Мимические перестала вот эти колоть, которые гусиные лапки. Или как они там, мутиные лапки. Чьи они лапки? Короче, лапки я перестала колоть. Думаю, я сегодня рожу, как конь, каждый день. Вот. Часто улыбаюсь, смеюсь. Кстати, почти снялась, лет остался. Сейчас пройдет. Вот. И у меня как-то вот эти вот морщины, мне уже вот на них пофигу. Ну, есть, есть. Это мимика такая подвижная. А вот это вот залом, именно вот это меня все время бесит. Вот. Его сам этот залом мы не колем никуда сюда, да. Нужно просто расплавить межбровку. И тогда вот все, что в этой области, хмурится и не будет. Вот. Надо сходить проставить еще. Ой. Прошу прощения. Зеводка. Так. Мне нужно сейчас еще три расчета я сделала. Еще три сделать. И у меня еще на вечер должны быть расчеты. Вот. Девчонки в течение дня сказали. Закажут. Так что этот. Три сделала, еще три осталось на сегодня. Вот так вот. Как у вас дела? Как ваше настроение? Кто чем занимается? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто интересненько. Девочки, что вам подарили на 8 марта? Давайте хвастаться. Вы первые. Потом я вам скажу. Нет. Я вообще придерживаюсь тому, что на 8 марта нужно дарить не подарки. Там можно подарить цветы. Вот цветы. Это прям, мне кажется, любой женщине будет приятно получить. Не важно. Это там будет какой-то там большой букет, небольшой букет. В горшке цветок будет. Но мне кажется, цветы это ассоциация с весной. Расцветает. Все. Мне кажется, это прям идеальный подарок. Я не из тех людей, которые там клянчат какие-то там супер-сверх подарки из серии. Мне только айфоны. Мне только там машины, квартиры, дачи в придачу. Вот. Я не так. У нас как-то со Стасом все время мы с ним договариваемся. Он у меня спрашивает, что я хочу. Я у него спрашиваю, что я хочу. Мы просто дарим друг другу деньги. И каждый ходит и тратит на то, что он хочет потратить. А у вас как это происходит? Или вам мужики прям ваши мужья, сюрпризы какие-то? Как это делают? Проявляют ли они фантазию? Или также лучший подарок это то, что ты захочешь и с вами советуется? Вот. Напишите в комментариях. Мне очень интересно. Прям нереально вкусно получилось. Очень жду Стаса. Девочки, это просто божественно. Я обожаю тушеную капусту. Причем я ее делаю просто. Допустим, обжариваю какое-то мясо. Сегодня у меня курица была. Можно индейку, можно свинину. Без разницы. Любое, какое вы любите. Туда кидаю капусту. Туда кидаю морковь. Все это дело тушу. Добавляю чесночка. Немножко без фанатизма. Соли. Кстати, гималайскую соль сегодня использовала. Первый раз пробовал. Очень вкусно получается. Прям вообще клево. Вот. И все. И больше никаких приправ туда не кладу. Никаких томатных паст. Никаких там... Что там еще? Кетчупы всякие бывают кладут. Ничего такого. Просто морковь, капуста, мясо. Вот. Чеснок. Даже лук туда не кладу. И получается очень-очень вкусно. Ничего лишнего. Вот. Томатные пасты мы не едим. Томаты мы сами по себе... Помидорки всякие не едим. Вот. Поэтому как бы у нас вот так вот. Еще мне опять в комментариях там какая-то истеричка опять написала. Что ты все время поправляешь свои волосы? Не лечи себе нервы. Ну вот я смотрю... Вот я всегда объясняю, говорю одну элементарную вещь. Я смотрю на свое отражение. Вот я сейчас снимаю, я смотрю на экраны телефона, на свою фронтальную камеру. И я смотрю... Ну не нравится мне, что вот здесь вот, к примеру, что-то торчит. Я беру, постоянно поправляю. Поправила. Ага, опять торчит. Опять не нравится. Опять поправила. Так, залезалась. Ага, сильно прилизана. Не нравится. Назад сделала. Ну то есть, понимаете, это идет на автоматизме. Просто у всех женщин, нормальных, адекватных женщин, которые видят свое отражение. И если им что-то не нравится, как у них лежит, они берут и это поправляют. Понимаете? Вот так вот. Я думаю, что ни одна нормальная, адекватная женщина, когда увидит, что у нее вот так торчат там волосы где-нибудь, или козявка из носа торчит, и она вот будет вот так сидеть. Ну хотя, блин, хотя на Ютьюбе таких много. Которые сидят и не могут даже себя этот, ну что-то там к себе чуть-чуть подправить хотя бы. Вот. Поэтому вот так вот. И вообще, я человек, для которого важны тактильные ощущения. Поэтому я вот люблю трогать, трогать, щупать, поправлять. Я это люблю делать, девички. Да-да-да. Капец, у меня корни уже отросли. Надо затонироваться. Что-то мне надоел светлый цвет, нет? Ну а в темном вообще, смотрите, страх какой-то буду опять. Если вот светлое сейчас убрать, темное. Нет, да? Вообще не то. Вот так, смотрите. Жук-жук. Сейчас имитацию сделаем темного цвета волос. Не-е-е. Напишите в комментариях. Да или нет? Может, назад в темный зафигачится? Как вы думаете? Стас говорит, что мне светлое лучше. Не знаю, понять не могу. Напишите. Тот день сегодня, когда я вас прошу высказать по поводу моих волос. В темный или в светлый? В чем покраситься? Надо уложиться. Мне не нравится, что они все равно какие-то тонкие, что ли, встали. Может, в темный опять? Как вы думаете? Или в серенький? Мне кажется, лучше в серый, да? Наверное, опять сделать, как у меня был последний раз, когда я красилась, уже смолся просто. Прям пепел такой холодный-холодный. В комментариях. Заходим, пишем. А еще сегодня с Инусиком разговаривали. Сыночка Судаковой с моей. Вот. Разговаривали про новые новшества на Ютубе, которые опять вылезли. Мало того, что отключили рекламу русских зрителей, сейчас отключают еще и другие функции на Ютубе. Отключают суперчаты, отключают спонсорство. Ну, то есть вот такое все. Все говорят и пишут, что временно. То есть как бы сам Ютуб заявляет, Гугл, что это временно. Насколько это временно, неизвестно. Я просто понимаю прекрасно, что сейчас блогеров в плане Ютуба душат конкретно. Вот. И думали, что делать. Ну и решили, что ничего с этим делать. А что с этим сделаешь? Ничего не сделаешь. Идти на какую-то другую платформу я не хочу. Мне не нравятся интерфейсы. Я больше чем уверена, что сейчас очень много блогеров уйдут там на всякие Яндекс.Дзены, на Рутубы, вот на это, на все. Я не хочу уходить. Мне неинтересно начинать все заново. У меня хотя и есть, у меня канал есть на Яндекс.Дзене, там даже видео. Те же самые, что на Ютубе на большом канале. Вот. Те же самые видео у меня на Яндекс.Дзен уходят автоматически. Вот. И там публикуются на том канале. Но я понимаю, что я не хочу этим заниматься. Мне это неинтересно. Поэтому лично я приняла для себя решение. Я вам его уже озвучила. У меня с новыми новшествами о том, что доходов сейчас вообще с Ютуба не будет, ничего не поменялось. Вот. У меня такое, что у меня Ютуб останется как развлечение. Уже не как работа будет, а будет как развлекаловка. Буду просто снимать какие-то там видео, обзоры. Возможно, рекламные обзоры, которые будут. Потому что рекламодатели из России никуда у нас не уходят. Будут просто рекламировать свои товары напрямую через блогеров. Вот. Ну, нет монетизации. Нет. Ну, и хрен на эту монетизацию. Вот. Поэтому будем на Ютубчике. Вас не будем бросать. Будем вас продолжать развлекать. Снимать какие-то видео. Общаться с вами. Планирую выйти в прямой эфир. Скорее всего, завтра. Вот. Напишите, как вы на это смотрите. И какие бы темы вы хотели обсудить на прямом эфире. Потому что просто так проводите прямой эфир, как я обычно провожу, я не хочу. Потому что я понимаю прекрасно, что там опять будут какие-то провокации. Судя по тому, какие мне комментарии и в директ сообщения присылают в последнее время. От очень озлобленных людей. Которых я даже знать не знаю. Понимаете? Мне просто столько... Вы не представляете, какие мне комментарии, какие мне сообщения приходят. Что мне пишут. Просто люди, которых я знать не знаю. С которыми лично я не знакома. Которым я ничего плохого не сделала. Но мне такого вообще там просто мешок. Вываливает всякой ненависти. Просто потому, что я русский человек. Вот. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это показывает лишний раз воспитание людей. О том, что с детства прививается вот эта ненависть к русскому народу. Но по-другому мне никак не объясняется. Я не видела ни одного русского человека. По крайней мере, ну, среди моих знакомых и моих подписчиков. Которые бы зашли. К обычным мирным людям других стран заходили бы и писали бы оскорбления, проклятия. И желали бы ужасных вещей для их семей. Среди моих знакомых, среди тех людей, которых я просто читаю различные паблики и вижу, таких людей нет. Вот. А здесь люди себе позволяют такие высказывания. Но это даже не высказывания, это просто травля, травля, оскорбления и всё тому подобное. Вот. Я считаю, что в первую очередь нужно оставаться людьми и не поддаваться вот этим вот провокациям. А провокаторам я просто хочу пожелать одну простую вещь. Я хочу им пожелать, чтобы всё, что они вот пишут обычным людям, которые ни в чём не виноваты, не виноваты тем более в том, что они родились не в той стране, в которой эти провокаторы проживают, я желаю, чтобы им всё вернулось в стократном размере. Вот всё, что они пишут, вот это вот говно, пускай им вернётся это всё. Ну, им и так по-любому это всё вернётся. Ну вот. Потому что я считаю, что ни один нормальный, адекватный человек никогда так не поступит. А это неадекваты. И уважать таких людей я не собираюсь. И у меня возникает один вопрос к таким людям. Вы с какой целью заходите на российские каналы? Вы знаете, что это российские блогеры. Вы заходите на российские каналы, просите помощь, поддержку, кто чем может, помогите, спасите. И при этом на своих каналах и на своих страницах вы людей, тех, у которых помощи просите, вы их ненавидите просто. Просто с какой целью вы это делаете? Для чего? Чтобы что? Чтобы навязать свою точку зрения? Так мне не надо. У меня есть свои глаза, у меня есть своя голова, у меня есть свои знакомые, у меня есть свои подписчики, которые находятся в Украине, девчонки, с которыми мы переписываемся. И я всю информацию знаю и без вас. И знаю её с другой стороны, не с такой, с которой вы её преподносите, а знаю её со стороны, как есть на самом деле. Поэтому мне что-то там писать про Украину и тем более про Россию, в которой я живу, гражданином которой я являюсь, которой я горжусь, мне не надо. Понимаете? Это бесполезно. Я русская до мозга костей. Всё, точка. Вы можете всё, что угодно, понимаете? Вы меня никогда не переубедите. А я вас даже не буду пытаться переубеждать. Потому что я тратить своё время на вас не хочу. Вот и всё, вот и всё, как говорит Инна Судакова. Вот и всё. Дарья, Станислав Николаевич, здравствуйте. Стас смотрит Инстаграм Инны Судаковой. Заходите. Я смотрю, потому что ты мне скинул. Заходите в сторис к Инне Судаковой. У неё там всегда интересно. Эти кукушки кукуают. Это не у Инны уже кукуают. Ну ладно, какая разница у кого. Самое главное, что не у меня. Кукушка кукуает. Хотя нет, моя подкукукивает уже чуть-чуть. А твоя? Ну я с чего, я на работу. У Стаса не подкукукивает, а у меня подкукукивает. Это ты говоришь, что у тебя кукукивает. Стас отказался есть мою капусту. Не ври. Нет, он съел, ему было мало. Он сказал, что хочет макарон ещё. И решил съесть пасту с макарошками. Сказал, я капусты не наелся. Я тебе не так скажу. А как? Я же не буду говорить, как ты мне сказал. Ну хочешь, скажи давай. Не, я не собираюсь. Не собираешься? Я кофе поставила. Вот так вот. И живём. Стасаня сейчас опять уйдёт. И я буду тоже работать. Работаю. Чё ты разжёшь? Хрюшек выкладывать в сторис. А тебе не нравится? Мне кажется, прикольные хрюхи. Кто у меня в инстаграме сидит? Напишите, как вам хрюши понравились? Мне очень нравится. Классные. Решила немножко подкраситься. Стас дальше работать. Поехал. А я сижу и думаю, чем же мне заняться. Я сегодня уже отработала. Сделала все расчёты, которые были запланированы на сегодня. Завтра у меня ещё три штуки. Один ещё под вопросом. Четыре или три будет. И всё. И Ниночка свободна. Вот так вот. Не знаю. Думаю, съездить куда-нибудь. Может, с Танюшкой встретиться. Сейчас буду ей звонить, узнавать. Куда-то хочу. И хотела ещё на днях заехать к Насте, у которой я покупала костюмы. Вот. У неё новый привоз. Говорит, что очень много интересных вещей. Надо съездить, посмотреть, померить что-нибудь. Ладно. Буду с вами прощаться. В общем, жду. Что я жду? Жду вашего мнения по поводу моего окрашивания волос. Надо ли мне возвращаться в тёмный. Или оставить вот такой вот светленький. Или сделать пепельный серый. Вот. Охота что-то изменения. Каких-то охот. И не знаю. Не знаю каких. Капец за блин. Делефа года. В общем, жду вашего мнения. Вот. Всем мира. Всем добра. Всех люблю. Всех целую. Помните, вы у меня самые лучшие. Я вас обожаю. Всё. Давайте не будем ругаться. Всех люблю. Всем пока-пока.